Мне нравится то, что Сошников привносит в команду, и я думаю, что он будет еще прибавлять и прибавлять. Не так много времени он пока с нами провел, не так много тренировался. Для него это своего рода свежее начало и хороший такой вызов. И я думаю, что это будет положительным и для нас, и для команды в целом, и для Никиты в частности. Привет, Александр Овечкин забросил этой ночью две шайбы в ворота Оттавы. И теперь на его счету 737 шайб. Такими темпами он побьет рекорд Уэна Грецки уже к концу регулярного чемпионата. Отметим и российского вратаря Вашингтона Илью Самсонова. Он мотивировал форвардов на подвиг. Ведь чтобы победить, Вашингтону потребовалось забить 7. Илья-то пропустил 5. СКА настолько богатая команда, что ездит тренироваться в Балашиху. Вчерашняя встреча с Авангардом никак не напоминала матч регулярного чемпионата. Слишком ничтожен был соперник. Болельщикам Авангарда нельзя было ждать иного результата во встрече против СКА, кроме разгромного поражения. Команда из Балашихи, старания менеджеров и Хартли с самого начала сезона превратилась в нечто странное. Планомерно идет истребление творчества, жизни. Приветствуется примитивная беготня и борьба, которая по какой-то странной причине именуется системой, работой. Из команды тем или иным способом убрали умных ребят, понабрав силовиков. Семен Кошелев плохой. Александр Хохлачев не умеет разрушать. Денис Зернов не прогрессирует. Чинахову предложили контракт в три раза меньше, чем у любого разрушителя. Грицука в нынешнем сезоне доводили до такого состояния, что он уже и не хотел играть в Балашихи и был готов ехать куда угодно, хоть в Эхэл. Последний остался и сейчас является единственным, кто выделяется на льду. Странно, что ему дали так много времени. В понедельник он провел на площадке 16 минут. Чаще он гораздо реже появляется на льду. Зато есть Якупов, получивший контракт по непонятным причинам. Герой игр против команд уровня Сочи, растворяющийся в противостояниях с нормальным соперником. Пригласили Сошникова, чьи проблемы в ЦСКА были оценены неправильно. Дело не в тренерских системах. А когда травму в авангарде получил Толчинский, которого, впрочем, Хартли не изводит до уровня бессмысленного бегунка, то пропала последняя надежда на то, чтобы взять хотя бы одно очко с ССКА. Приехала та команда, которая играет в прямом смысле слова. Да, не так стабильно, как кому-нибудь хотелось, тоже со своими проблемами, но при этом сформирована из людей, любящих свою работу. 1-5. Это авангарду еще повезло. Отметим, что после переезда Лехтанина соперником питерского клуба вообще нельзя удаляться. Защитник стал забивать сразу же. Но все-таки пока не хочется расхваливать команду Брагина. Чтобы понять, насколько сильный клуб сейчас, нужно встретиться с нормальным соперником, а не с таким, как в понедельник. Олег Знарок и Сергей Зубов войдут в штаб молодежной сборной России на чемпионат мира. Это отличное решение и быстрее бы его подтвердили официально. Оба будут максимально полезны именно на скамейке. Вратарь Иван Кульбаков отлично проявил себя в трех матчах во время просмотрового контракта в Витязи и подписывает соглашение с московским «Динамо». А в Татарстане происходит нечто странное. Какие-то компании поглощают друг друга, это может сказаться на хоккейном клубе. Надеюсь, только положительно. В Нижнекамске в последнее время такой порядок. Владельцы узнают, какая минимальная сумма нужна для участия в турнире и дают эти деньги. Ни больше, ни меньше. Это зрелище, во-первых. Тут нет театров, тут народу не куда ходить. Это одно из тех мест, куда народ ходит с удовольствием болеет. Поэтому, для них, это очень тонко реагирует на неудачи нашего клуба. Естественно, там есть футбол еще, который тоже стендует на первый ролик, пытается претендовать. Но, я думаю, хоккейский зрелищный экспорт такой интересный. Плюс средства на обслуживание работы клуба на молодежку. Времена, когда в Нижнекамске платили больше, чем во многих богатых клубах, давно прошли. Но говорят, что теперь основной спонсор будет поглощен другой компанией. А нет уверенности, что новым людям этот хоккей вообще нужен. Риск закрытия нефтехимика существует. Но это будет большой ошибкой. Давай от шайбы-то немножко уворачивайся. Можешь ножку поднять? Нет, нет, нет. Это не про меня. Я так не могу. Больно, я тебе говорю. Я понимаю, что больно, Лех. Ну, блин, понимаешь, что это работа. Ты не можешь уворачиваться от шайбы. Если она тебе летит, то знаешь, что ты поднимешь ногу, она там залетит, выбьет гол. Ну, как в команде. Ворочек виноват? Нет, как в глазах в команде смотреть. Слушайте, ну вы были в Нижнекамске? Для людей хоккей там основная радость и развлечение. Сейчас известны ограничения по заполняемости. Но стоит их убрать, то будут полные трибуны. Команда, гордость города за ней следят. Результаты волнуют очень многих. Ну, ты удивился, что на тебя Петр бросился? Да там фут был 0,5. Что-то и уже злость какая-то. Я что-то Тихонову в тело дал. А дал-то по правилам абсолютно. Я считаю, там был чистый силовой. И он на меня накинулся, если захотел. Плохо, да, что в КХЛ не принято, чтобы на звезд таких, как ты, не кидались. В НХЛ такого нет. Ну да, надо уважать. Никто. Важения хочется больше. Да и мы и видим, что в этом сезоне нефтехимик – один из самых симпатичных участников турнира КХЛ. В составе практически нет известных широкой публики игроков. Но при этом отрабатывается каждая копейка. Слушай, ну нефтехимик как-то нестабильно играет. Ты с чем это связываешь? Потому что молодая, наверное, команда, потому что из-за этого немножко много новых игроков. Поэтому, я думаю, в этом причина. Хотя вроде играем неплохо. Был риск, что при новом тренере Олеге Леонтьеве, который в последнее время работал в высшей лиге, нефтехимик превратится в команду, которая судорожно будет стоять в своей зоне и отбиваться. Но этого не произошло. У Леонтьева и Горняк был веселым. Он все перенес в Нижнекарск. Я знаю, что очень много ребят из МХЛ. У них первые дебюты сезона. И я думаю, что на них ответится. Я думаю, что человек по ним разговаривал. У меня всегда так получается. МХЛ тяжело вхожу, МХЛ тяжело. Какая-то поднагротная в голове сидит. Поэтому, наверное, все-таки давление есть. С иностранцами не угадали. Бывает. Но теперь это уже рулетка. У многих, даже самых богатых клубов, ставка на тех или иных легионеров не срабатывает. Просто для таких клубов, как нефтехимик, ошибки значат больше. Надеюсь, что ни о каком закрытии, о снижении финансирования речи идти не будет. Наоборот, бюджет надо увеличивать. Хотя бы для того, чтобы стало понятно, какие эти новые владельцы думают только о себе или о людях. Выиграть кубок, может быть, будет тяжело. Некоторые обеспеченные клубы идут к этому несколько лет. Но сделать команду, за которой интересно наблюдать, в состоянии. И следить за ней будут не только в Нижнекамске, но и во всей стране. Ну что здесь всем пермским, кто поедет в КХЛ, какие советы дашь? Уверенности побольше. Ты как у тебя микрофон даешь, у тебя сразу уверенности, да? Спасибо команде. Да. Ты же тащишь команду. Ты Хафизов? Хафиз, да, я нет. Ты нет? Ну скажи, я не знаю. У нас вся команда тащит. Торпеда попрощалась с защитником Иваном Верещагиным. Несколько лет назад он был одним из самых перспективных молодых игроков обороны. Но что-то пошло не так. И последнее. Еще один российский хоккеист покидает Северную Америку. Нападающий Александр Волков выставлен на безусловный драфт отказов Анахаймам. Вот цена глупой ошибки, когда он попросил обмена Истампы. Надеюсь, у Волкова хотя бы дачный участок убран, а листья сложены в кучу. До свидания.